МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И техника, которую якобы передают по почте, это даже хуже, чем заряженный крем. Очередную партию западного оружия накануне уничтожили российские ВКС. Ракетный удар был нанесен по отделению новой почты в городе Харьков. На Украине в этой связи страшный визг. Мол, это же просто почта. На этих кадрах то, что было уничтожено. Смотрите внимательно. В грузовиках спрятаны не письма, спрятаны иностранные БМП. В любой другой стране это было бы увольнение через 5 минут, но не может лицо государственного канала нести подобную ахинею. Также можно и до точек У в кармане скатиться. У нас нету как бы эры просвещения, а есть эра мракобесия. Такого лютого и тотального. Но с Кобеевой, как вы понимаете, ничего не было. И судя по всему, все дело в том, что кураторы информационной политики в России ценят сотрудников не за, скажем, качественную аналитику, а за умение впарить глубинному народу совершенно любую дичь. То есть чем больше у кого-то навыков а-ля Кашпировский, тем больше шансов на суперкарьеру. Теперь ВСУшники вместо зерновых терминалов используют и почтовые распределительные центры. И самые хитрые из останкинских крикунов давно поняли и освоили правила игры. Поняли, что нафиг никому не нужны аргументы, что сила убеждения – вот где главный козырь. Главное при этом не мучить себя угрызениями совести. Сейчас мы вам мастер-класс от Киосаяна покажем. Полная жопа на Ближнем Востоке. Не справляется гегемон, который уже давно не гегемон, но считает себя гегемоном, по инепции, вероятно. А почему так? Вы всегда за что бы ни брались и не брались, несете только разрушение, голод, нищету, войну. Ибо вся ваша политика всегда была построена на том, чтобы разрушать. Чувачок отрабатывает один из актуальных темников, где у пропагандистов есть простая задача. Им нужно использовать события в Израиле и секторе Газа, чтобы убедить глубинный народ в жестокости западного мира. Потому что вы едите, твари, смерть на завтрак, обед и ужин. Вы на смерти живете. И каждый раз эта привычка оборачивается катастрофой. Для тех стран, куда вы несете этот мир и благоденствие, как вам кажется. Все происходящее на Ближнем Востоке, конечно, это пример такой вопиющей несправедливости, такой пугающий, конечно, пример ужасного совершенно расчеловечивания. А американцы норм. Хотя на деньгах написано «в Бога мы верим», бесы тоже в Бога верят. Толку-то. Вопрос, кому они служат. Причем вы себе даже не представляете, какие силы тратят пропагандисты на прокачку этого темника. Никто не вспоминает, с чего все началось. Всем абсолютно безразлично. На вырезанных детей в поселениях на границе. Зато каждый прилет авиабомбы собирает целую толпу трупоедов. Сейчас вот они качать головами от ужаса будут. Армия Израиля пытается сравнять с землей сектор газа, а более двух миллионов жителей Палестины стали в прямом смысле заложниками ситуации. Это реальный геноцид. Это правда реальный геноцид. Нельзя выбрать в сторону тех, кто бросает трехтонные бомбы на жилые кварталы и убивает сотни, сотни и сотни детей и знает, что он убивает детей и не испытывает при этом никакой жалости. Здесь любой человек с не майонезом в голове обязательно возмутится, мол, уж чья бы мычала. Ведь уже кому-кому, но точно не России. После ужасов русского мира в Волновахе, Мариуполе, Северодонецке, Попасной и еще десятки городов других в излишней жестокости обвинять. На Западе, видно, считают, что издеваться над палестинцами можно. Да и в резне в Израиле, если кто и виноват, то уж никак не коварный Запад, якобы допустивший хаос на Ближнем Востоке. Чудовищная трагедия, которая происходит сейчас в секторе газа, она имеет кое-что общее с трагедией, которая разворачивается на Украине, о чем мы сейчас только что говорили. Заключается в том, что эти кризисы можно было предотвратить. Арбитр, точнее та страна, которая пыталась взять на себя функции арбитра на Ближнем Востоке, значит, арбитр не справился. Главные причины той самой войны, кстати, как и украинской, хотя они разные, безусловно, так и палестинской, главная причина, она находится там, за речкой. Ими, и, конечно же, Соединенные Штаты. Просто таблеточка для памяти. Очередное обострение началось после того, как иранские прокси принялись вырезать жителей приграничных городов. А чей там у нас союзник Иран, может слова депутата Гурулева относительно Хамас напомнить? Чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш. То есть всем думающим людям очевидно, что и в Израиле, и в Украине варвары имеют, если не один центр управления, то около того. Здесь-то в дело и вступает уже вышеупомянутый Киас Аян. Сейчас вот крикун мастерски зарядит крем в головах глубинного народа. Пришла новость о ужасающем ударе армии Израиля по больнице в секторе газа. И особенно циничным звучит объяснение Израиля о том, что взорвали сами хамасовцы эту больницу. Сразу вспоминается много, да, из того, что рассказывали нацисты украинские по поводу якобы наших зверств. Начиная от бучи, кончая попаданием в жилые дома, которые их же ракеты ПВО уничтожали. Слыхали? Оказывается, нельзя Израиль и Украину даже сравнивать. Россия-то и бучу якобы не устраивала, и мирных жителей, конечно же, не бомбит. А все прилеты по жилым домам, так это вы слышали, свои же ракеты ПВО постарались. Попаданием в жилые дома, которые их же ракеты ПВО уничтожали. И вот ты смотришь на все это и думаешь, это же насколько нужно деньги любить, чтобы ради них в котле после смерти веками болтаться. Какие ракеты ПВО? Да Россия на Херсоной окрестности за два дня больше авиабомб сбрасывает, чем Израиль на газу за неделю. А если речь о той же Авдеевке идет, то там и сравнивать нечего. 24 октября Авдеевка. Сегодня ночью было три прилета. Ямы глубиной 9 метров. А и дом еще. Причем ладно бы в России не знали, во что превратили ту же Авдеевку. Это, кстати, до прихода российских освободителей большой город был. А теперь там руины, которых газа не видела и не увидит никогда. И в России радуются каждому прилету по украинским городам. Наши войска начали наносить массированный артиллерийский удар. Было задействовано до 200 единиц артиллерии всех видов, как ствольной, так и реактивной. Работали грады смерчи, ураганы, работали солнцепеки, ствольная артиллерия. При этом работала авиация. Применялись фабы всех видов. Мы устроили там на Авдеевке ад. Более того, депутат Госдумы Журавлев даже предложил Авдеевку трехтомными бомбами. Вообще с лица земли снести. Ну, там Авдеевку мы там ее сейчас стираем. Ну, все равно ее не будет. Какая разница? Ну, объявите, сказать, ребят, вам всем хана, выходите оттуда, если там вообще кто-то остался, не знаю, мирный насек. Ну, там ее стереть, что? Объявили, вышли, на! Давай до свидания, зашли туда. Но тут удивляться нечему. Для России это нормально. Никто Журавлеву и слова не сказал. Ну да, это же не сектор газа. Русскоговорящих в Авдеевке, очевидно, не жалко. И смотреть, кто под завалами там, тоже неинтересно. Это же не Израиль. Совет не может быть глух и слеп к тому, что делается в газе, к тому, как происходят ковровые бомбардировки, уничтожаются жилые кварталы, гибнут люди. А в первую очередь-то гибнет кто? Мирное население, самое незащищенное. Женщины, старики, дети. Невозможно без слез просто смотреть на фотографии, когда вот эти вот маленькие тела оттуда вытаскивают. Но если кому-то мало цинизма, то есть и другие яркие примеры. Прокачка мозгов в России дошла до той стадии безумия, что разного рода городские сумасшедшие принялись обвинять Украину в целенаправленном уничтожении собственных электростанций. Мол, ковырные бомбардировцы на что только не пойдут, чтобы русских попытаться расчеловечить. Я, как и многие военные эксперты, опасаемся только одного, что Украина начнет действовать в привычном ей русле. Не брезговать и создать какую-нибудь очередную кровавую провокацию, которая вернет Украину, так как минимум, в общественную повестку информационную. У Украины есть несколько, как минимум, атомных электростанций. Любой удар по них, даже если он не привлечет, то есть не создаст какую-то серьезную масштабную аварию, но, по крайней мере, он точно будет информационным поводом. И ты все это слушаешь и находишься в реальном шоке от количества божьей росы прямо в глаза зрителя. Или, может, этот альтернативно одаренный искренне верит, что все забыли, как Россия еженедельно бомбила эти самые электростанции в прошлом году? У Украины есть несколько, как минимум, атомных электростанций. Если они о тебе начинают забывать, значит, нужно создавать кровавый прецедент. Да в этих же студиях пропагандисты до потолка от радости прыгали после каждого прилета и мечтали, как украинцы без света сидят. Я считаю, что мы должны отойти от этой очень понятной мне, христианской, абсолютно миролюбивой позиции и понять, что идет война и как следствие. Во-первых, обесточить всю Украину. Просто, чтобы и спутники бы не помогали. Вот сейчас уничтожили Криворожскую ТЭС. Очень хорошо. Пусть-пусть продолжают это дальше. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины. Поэтому подрывать свои же электростанции в такой ситуации было бы верхом безумие. Но с логикой на федеральных каналах не дружат годами. Да и зачем? Глубинный народ неразборчивый и кушает все, что дают. Главное, сахарку побольше насыпать, чтобы липовые победы послаще были. А вот с чем, с чем, а с сахарком на федеральных каналах полный порядок. Куда ни плюнь, везде победа и прогресс. И Путин в Китае якобы самый дорогой гость. Найтеплейший прием у главы Китая, где Путин подчеркнуто, подчеркнуто, это Китай, там символы и знаки, самое главное. Представлен как почетный гость. Ну а какой еще может быть гость? Президент Великой Российской империи. Из фронта новости одна другой прекраснее. Есть успехи и продвижения на Сватовском направлении, на Купинском направлении. Наша тактика такова, что мы идем накатами. И вся инициатива находится именно у нас. Правда, если вы внимательно послушаете эти якобы отличные новости, то очень быстро поймете, как же все-таки уменьшаются масштабы российских побед. Люди, напомним, не так давно собирались Польшу за день брать. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. Киев с Одессой хотели зачищать. В Киев вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. А теперь вот неожиданно скатились до того, что огромной победой достойное обсуждение в студии федерального канала является уничтожение некой ДРГ. Прошедшие сутки очень много позитивных моментов с нашей стороны. Хочу отметить, что буквально позавчера наши бойцы под Кременной, имея минимальный боевой опыт, но хорошую подготовку, сумели размотать и уничтожить группу ДРГ. Боевиков Буданова из ССО полностью группа из 12 человек была ликвидирована. Даже если поверить, что всю эту историю пропагандисты не придумали, то уровень побед скатился ниже некуда. Хотя с Россией все было понятно еще после массовых танцев с Бубном, после уничтожения нескольких западных танков. Давайте я вам предложу посмотреть немножечко позитива, как жарят петухов. Восхитительная картина. На досуге пересмотрите еще разок. Это успокаивает. Вот после просмотра этого кино очень хорошо спится. Мы их пожгли буквально несколько дней назад. Можно увидеть, как уничтожается немецкий танк в украинских степях. Просто дежавю какой-то. Британские танки, как и казалось, горят не хуже немецких леопардов. Теперь очень ждем абрамса из США. Все это очень напоминало не вторую армию мира, а туземцев, которые ликовали от победы над шайтан-машиной. Но побед какого-то иного уровня у России же просто нет. Да, пропагандисты на всех каналах активно двигают линию фронта языком. Линия двигается в сторону запада. То есть мы улучшаем свое тактическое положение. Но что-то не очень слышно о взятии хоть каких-нибудь населенных пунктов. Между тем, украинская армия, например, по словам российских же военкоров, вошла в населенный пункт Крынки, Херсонской области. Силам противника удалось зайти в населенный пункт Крынки. Также противник подтягивает к этому участку дополнительные силы. Противник удерживает часть населенного пункта Крынки, подвозит личный состав на лодках. 19 октября утром противник высадил еще около 20 человек в районе населенного пункта Крынки. При этом обеспечивал прикрытие своего десанта достаточно сильными артиллерийскими ударами. А вот российские чмони чем-то подобным похвастаться не могут, скажем, больше. Смешные настолько победоносно сходили на штурм Авдеевки, что по признанию кремлевских пропагандистов сверху спустили темник о том, что тему Авдеевки вообще не надо обсуждать. Слушай, ну вообще информацию об Авдеевке закрыли. Если ты заметил, нет ни репортажей, ничего. Закрыли ее, если не ошибаюсь, на третий день. А что такое, ребята? Кое-кто в первый день штурма губу излишне раскатал. Под Авдеевкой, например, наконец началось наступление. Я страшно рассчитываю на то, что город-мученик, город-герой Донецк, наконец перестанут обстреливать каждый божий день. Наши бойцы готовы завершить окружение котла, создать котел, завершить окружение Авдеевки, отбросить противника. А теперь на нее, в смысле на губу, больно солдатским сапогом наступили? Ну ничего, вам не привыкать. Хотя отрадно, что хотя бы на локальном уровне провал под Авдеевкой Россия признала. Даже несмотря на подготовку к этому штурму, очень серьезную арт-подготовку, но не получилось. План был хороший, не долбиться в одно место, привычное, в Авдеевку, а попробовать зайти на нее, скажем так, сверху. Хотя Симоньян, вон, вместо того, чтобы тысячи трупов российских солдат по кустам собирать, принялась трясти кулачком и проговаривать убогие тексты из серии «Как украинцев скоро не останется». И выкашено сейчас население Украины. Уехали кто мог уехать, кто не смог уехать на фронте уже сейчас, или будут на фронте. Невозможно спрятаться ни дома у себя, ни в сортире, ни выйти даже за хлебом. Уже и студенты, им не студенты, и женщины, и они уже теперь обязаны идти на фронт. И вот когда мы слышим нечто подобное, то нам совершенно искренне кажется, что прокачкой мозгов в стиле Кашпировского пропагандисты не только глубинный народ, но и сами себя утешают. Посмотрите, как Украину покидают британские инструкторы, потому что им теперь, как и американцам, и всем остальным, вообще ни разу не до Украины, знаете, лишние ненужные пакеты со всяким дерьмом по дороге выбрасывают. Но знаете, друзья, сколько ни кричи халва, на слаще во рту все равно не станет. И как в сказке про Золушку, придет время, и весь этот красивый манемирок превратится в тыкву, ну а кучер превратится в крысу. Да и Марго с Тиграном от тыквы тоже отличаться не особо будут. Такой, знаете, осенний, подгнивший с косточками наружу. И в этом никаких угроз, просто напоминалочка и исторический опыт, что за все дела рано или поздно придется отвечать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова